Сегодня я хочу коснуться такой щекотливой темы, как обналичивание, обналичивание денег предприятиями. Дело в том, что это большая проблема, те, кто предприниматели, об этом прекрасно знают. И сейчас я расскажу, наверное, последний способ, который остался у нас для того, чтобы обналичить деньги. И он тоже уже немножечко уходит. Поэтому делайте быстрее. Итак, здравствуйте, друзья. Здесь Демитков Юрий. Ну, сначала обрисую, в чем проблема. Проблема в том, что у нас есть, например, предприятие. Предприятие работает, получает прибыль. Прибыль эта накапливается. Но эта прибыль, это деньги предприятия. Мы на нее смотрим, а взять не можем. Несмотря на то, что, ну, скажем, мы, то есть я, например, директор предприятия ООО. В частности, я буду рассказывать о том, как предприятие с общей формой налогообложения, то есть, которое платит НДС. Ну, без НДС ООО тоже, так сказать, примерно то же самое. Вот, будет. Итак, смотрите. Существуют там, как бы, наличные деньги. Те, которые у нас в кармане. Конечно, хотелось бы, чтобы они были и чтобы их было побольше. И есть деньги безналичные. Это фирма. Когда мы, как фирма, что-то производим, то мы получаем реализацию. И эта реализация, это, как правило, безналичные деньги или, там, так сказать, за наличные, но все равно с документами. То есть, это белая реализация. И практически вся реализация сейчас у нормальных предприятий белая. Вот. И куда девается эта реализация? На что она уходит? Ну, прежде всего, это уходит на материалы и комплектующие. То есть, я буду рассматривать производственное предприятие, которое что-то покупает, какие-то материалы, комплектующие. Оно их компонует как-то. Получается новый продукт, который продается клиентам, заказчикам. Клиенты оплачивают, получается общая реализация. И получается, вот, доход предприятия, это реализация, минус материалы и комплектующие. Вот это вот, вот это вот, то, что осталось, это то, что предприятие добавляет к стоимости своей продукции. То есть, это добавленная стоимость. И на добавленную стоимость мы платим налог на добавленную стоимость НДС. НДС платится реализацией, минус материалы и комплектующие. Вот. Далее. Далее у нас получается вот уже, как бы, доход, который мы распределяем. Ну, как распределяем? Мы должны заплатить зарплату своим сотрудникам, если они у нас есть. Если у нас нет, то это мы единственный сотрудник, так сказать, это я, например, то я плачу сам себе. Но, как правило, это не так. Как правило, конечно же, есть сотрудники. И мы создаем фонд заработной платы и платим зарплату этим сотрудникам. И на фонд заработной платы, это фонд заработной платы, сверху мы платим государству налоги. Зарплатные, так называемые, в размере 30% от фонда заработной платы. Они немножечко варьируются в зависимости от вида деятельности, от региона. Ну, вот, в общем, 30% от фонда заработной платы мы платим. НДФЛ находится внутри фонда заработной платы. То есть мы его, как бы, не платим, он внутри фонда заработной платы. То есть зарплату люди получают в виде фонд заработной платы минус 13%. Вот, и вот это вот уже получается, ну, как бы, прибыль. Это уже прибыль, но это не чистая прибыль. Еще она еще, еще не вся наша прибыль. Потому что мы должны заплатить налог на прибыль. Ну, там есть еще малоценка, которая списывается, я не буду об этом рассказывать. Ну, есть налог на прибыль. 20% от прибыли мы платим. То есть если мы прибыль не уменьшили никак, то мы платим 20% от прибыли. И остается у нас уже, что? Чистая прибыль. И вот чистая прибыль у нас остается. Она на счете лежит. Никто на нее не претендует. Мы все налоги заплатили. И мы вполне себе можем распорядиться ею, как хотим. Но мы не можем ее вывести себе в наличные. Почему? Потому что это чистая прибыль. Но это чистая прибыль предприятия. Это деньги предприятия. А чтобы эта чистая прибыль стала нашей, мы должны как-то их перевести себе под каким-то соусом. Если мы переводим себе в виде премии или в виде зарплаты, то мы должны заплатить сверху зарплатные налоги. Вот эти вот самые 30% от фонда заработной платы. Не хотелось бы отдавать еще 30% от чистой прибыли, которую мы накапливаем. И поэтому я не буду рассказывать про всякие ухищрения, на которые идут люди для того, чтобы уйти от налогов, которые нелегальные. Я вам крайне не советую этого делать. Потому что сейчас это уже практически нереально. Во-первых. Во-вторых, это криминал. То есть за это и посадить могут всякие обналичивающие схемы и так далее. Этого практически уже не осталось. То есть если вы работаете нормальное предприятие, если вы реализуете свою продукцию, то, конечно же, заказчики ваши, клиенты ваши, они захотят эту продукцию получить с документами. Потому что всем надо списывать вот эти материалы и комплектующие. Поэтому, соответственно, вот чистая прибыль уже получается вот в виде чистой прибыли. И последняя возможность, которая осталась сейчас для того, чтобы чистую прибыль перевести себе, это, ну как я уже сказал, первый вариант, которым практически все пользуются, это выписать себе премию, но при этом заплатить 30% от фонда заработной платы. А вот сейчас еще есть возможность заплатить самому себе дивиденды. И дивиденды облагаются 13% от суммы дивидендов и платятся в момент выплаты дивидендов. То есть вот совершенно спокойно можно выплатить самому себе дивиденды. И этим занимаются все, во-первых, ну все в других странах, скажем так. Вот. И сейчас я немножечко скажу, как это делается. Решение о выплате дивидендов принимается на общем собрании акционеров. Если вы один хозяин предприятия, то вы один акционер. А если их несколько, то несколько. Ну, соответственно, голосование пропорционально доле участия. И принимается решение о выплате дивидендов. В этом решении общего собрания акционеров или там пайщиков или учредителей будет написано, что решением общего собрания учредителей было принято решение выплатить дивиденды в размере 100%, например, от чистой прибыли. Или 50%, или 75%, или не выплачивать. То есть это целиком вопрос решается на уровне, ну, компании любой. И вот, ну, основанием для выплаты дивидендов является решение годового общего собрания акционеров. Вот, ну, просто по законодательству. Дальше, когда принято это решение, то выплачиваются дивиденды и выплачивается налог государству на бюджет. Там есть соответствующий код. Дивиденды, налог на дивиденды. По-моему, не помню, не могу сказать точно, но бухгалтера знают. Вот, почему это видео актуально прямо сейчас? Ну, во-первых, как я уже сказал, дивиденды платятся из чистой прибыли. И чистая прибыль подводится по итогам за год. Итоги за год вот подведены в конце марта. И сейчас уже, ну, то есть как бы все известно. Чистая прибыль известна. И уже наступает, грубо говоря, момент выплаты дивидендов. Каждое предприятие может выплачивать дивиденды. Ну, некоторые компании, например, в Америке выплачивают раз в квартал. Кто-то раз в год выплачивает. Но эта практика общеприменима и во всем мире этим пользуются. И цивилизованные страны все именно так и выплачивают дивиденды сами себе. Ну, в частности, я разговаривал с одним финном, например, я у него спрашивал, говорю, ну, какие у вас налоги? И он сказал, о, налоги, налоги, налоги большие. У них там зарплатные налоги еще больше, чем у нас. Вот. И говорит, ну, зарплату мы получаем всегда одинаковую. Там, сказать, там положили за оклад себе и все. То есть минимальную какую-то зарплату. А потом уже по итогам года выплачиваем сами себе дивиденды. И это уже сумма достаточно приличная. И у них, насколько я понимаю, там налога на дивиденды нет. То есть налог на дивиденды в каждой стране свой. И в нашей стране 13%. В Америке вот 10%. В Великобритании говорят, нет налога на дивиденды. Ну, зачем он нужен? Потому что уже все. Мы уже все заплатили. Это уже чистая прибыль. То есть мы все налоги заплатили. Какой еще налог сверху? Вот. Ну, как бы вот. Каждая страна делает по-своему. И почему это актуально сейчас? Потому что Путин в своем послании к Федеральному собранию сказал, что предприятия должны вкладывать полученную прибыль. Не выплачивать в виде дивидендов. А инвестировать в новое производство и так далее. Не выводить ее в виде дивидендов. И то есть как бы он сказал, что будет изменяться законодательство. Пока законодательство вот такое, что можно выплатить дивиденды, чем я буду заниматься в ближайшее время. То есть у меня там накопилась приличная сумма в виде чистой прибыли. И мы с бухгалтером, который по совместительству является моей женой, решили, что вот по такой статье мы выведем деньги достаточно цивилизованно, легально и пока еще не отменили это дело. Почему я говорю пока еще? Потому что Путин, когда сказал, что дивидендную политику надо менять, надо, чтобы вкладывали в производство, надо, чтобы вкладывали в инвестиции. Я думал, что будет принято какое-то законодательство о том, чтобы, как во всем мире, как во всем мире, вот инвестиции в новое производство не из чистой прибыли, а просто из прибыли. Понимаете? То есть вот это все я могу вложить, например, либо в производство, либо заплатить вот так вот чистую прибыль, и тогда уже дивиденды. Понимаете? А просто из прибыли можно вот... Весь мир вообще выплачивает инвестиции из чистой прибыли. Не из чистой прибыли, просто из прибыли. То есть не платят за инвестиции налог. Но у нас так не принято, инвестиции идут из чистой прибыли. То есть я оборудование должен покупать, государство мне не помогает в этом деле никак, и я должен покупать это оборудование за свой счет еще и с чистой прибыли. Ну, а... Да и вкладывать уже некуда, особенно потому, что неинтересно работать на самом деле. То есть я закрыл свое производство, и после того, как я закрыл производство, у меня появилась прибыль, вот она накопилась, сейчас уже чистая прибыль, там за полтора или два года накопилась, там приличная сумма, будем уплачивать дивиденды. Ну, а я надеюсь, что это видео было полезно, поэтому поставьте, пожалуйста, лайк, оставайтесь на моем канале, если есть вопросы, задавайте, если есть замечания, наверняка есть у бухгалтеров всяких, будут замечания, они у меня начнут сейчас плющить, что я совсем не так рассказываю, ну, напишите свои замечания. Я повторяю, что я рассказал очень-очень грубую схему, то есть план счетов я не очень хорошо знаю, дай бог знаю, немножечко проценты, вот, и то меня жена обругала, это уже второй дубль, потому что я неправильно сказал проценты, вот, ну, а на сегодня все, спасибо за внимание, с вами был Демитрович Юрий, оставайтесь на моем канале, и до встречи.